Всем привет, меня зовут Джина, и я оооочень... Ой, короче, я счастливая собака. И не удивляйтесь, что я говорю, потому что это моя тайная жизнь. Ну, в общем, моя хозяйка Элли не знает о моей тайной жизни. Джина, привет! Кажется, она заметила за мной что-то странное. Да, это Элли, она видеоблогер. И совсем недавно мы переехали жить в Мегаполис. Я сегодня буду блогером, что ли? Да? Подписывайся на наш канал о питомцах Элли Ди Пэт. И тогда не пропустишь продолжение моей тайной жизни. И не забудь порадовать меня лайком. Чем их будет больше, тем скорее выйдет продолжение. И колокольчик проверь. День начинался прекрасно, и ничего не предвещало беды. Я ухаживала за своим плюшевым питомцем, но кормила, умыла. Ммм, она такая вкусная. Кажется, Элли тоже хочет ее полизать. Пойду предложу ей, мне не жалко. Вы же помните эту песню? Ну все, Джинночка, все, я поехала. Что? Как? Элли, может быть ты оставишься дела на потом? Все, все, я поехала. Какое все? Нет, нет, нет. Мне нужно по делам. Как я не люблю наблюдать, как Элли куда-то собирается. Глаза бы мои это не видели. Элли, я готова перемыть все игрушки. Вылизать пол, в конце концов, до блеска. Ну что, Джин, ты же у меня девочка взрослая. Конечно взрослая, мне 5 лет. Чего ты хвостик? Хвостик мой, хвостик. Да, да, я ухожу. Хвостик будет грустить. Ты знаешь это. Ты знаешь, ты должна уже привыкнуть. Джин, ну ты же не маленький щенок. Ну и что? Иди поиграй с игрушкой. Играть будем с игрушками? Ща принесу. Так, хрюшка. Да ну хрюшку, ща другую принесу. Джинка, все, я пошла. Эй, куда? Мы же не поиграли. Ну, Элли. Все, Джинночка, ты остаешься за главную. Ой, какая ответственность. Я Эдуард Великий. За главную. Что? Как это, Джинна, за главную? Ура, я за главную. Все игрушки построю. Все сделаю, ты можешь быть спокойно. Чеши, почеши еще. Все. Пока-пока, я скоро вернусь. Не переживай, на диван брыгать не буду. Наверное. Ну все, началась моя тайная жизнь. Пришло время похозяйничать. Сегодня у меня много дел. Джинна, поиграй со мной. Мне кажется, им это голос с полки. Эй, кто там? Я тут, наверху. Вроде бы у Элли был хомяк. Но, так как я его никогда не нюхала, не факт, что он там вообще есть. Мы же еще не знакомы. Я наблюдаю за тобой отсюда постоянно. Ну, не знаю. Я тоже иногда представляю, что мне игрушка кричит. Маму, как круто. Тряси меня сильнее. Ой, ребят, забыл представиться. Меня зовут Элли. Я сирийский хомяк. И у меня есть своя тайная жизнь. О которой моя хозяйка Элли даже не догадывается. Чтобы привлечь внимание Джинны, я раскручу магическое колесо. Посмотрим, как ты сможешь устоять против моего гипнотического колеса. С его помощью я могу управлять другими питомцами. Джина, бросай игрушку и смотри на меня. Готова. Отлично. Тогда команда, сидеть. Команда, сидеть. Комяк, теперь ты мой хозяин. То есть, получается, я всемогущ. Я готова сделать все, что хочешь. Тогда открой клетку и выпусти меня. Она открывается сверху. Тебе нужно будет постараться, чтобы дотянуться. Как же я открою? Ты же находишься так высоко. Я не дотянусь, даже если очень захочу. Не дотягиваюсь. Тогда срочно звони в пожарную. Зачем? У нас же ничего не горит. Ну они же снимают котов с деревьев. Пусть приедут меня снимут с этой высоты. Странный он какой-то. Ты что, думаешь, я пойду на это? Выпущу тебя, а потом останусь виновата. Элли сказала, что я осталась за главную. Смотри на колесо и повторяй. Главный здесь хомяк. Хомяк, главный здесь хомяк. Главный здесь хомяк. Главный здесь хомяк. Работает. У тебя вон сколько мягких игрушек. А у меня ни одной. А ну, принеси мне игрушку из тайной жизни домашних животных. А откуда же я её возьму? У меня только мышь есть. Мой дворец построен на горе. Я вижу, что они вон на полке лежат. Куда ты точно дотянешься. Неси, говорю. Сейчас. Ну вот они все. Тебе какую. Только Макса не выбирай, ладно? Мне он очень нравится. Он такой няшка. Свинку Нормана давай. Она похожа на хомяка. Классная игрушка. О, моя прелесть. А ты-то сама с ними. Как играешь? Ну как, я их беру и таскаю туда-сюда. Типа они бегают. Всё присвоил. Это теперь мой дружок. Только мой. Ты смотри. А то Элли не досчитает с одной игрушки. И найдёт потом у тебя. Слушай, а ты слышала главную новость? Какую такую новость? Сейчас уже вышел трейлер к Тайной жизни домашних животных 2. И трейлер уже есть на Ютьюбе. Я бы на том месте уже давно посмотрел бы. Ну мне же нельзя на диван, а компьютер там. Я разрешаю. Я же главный. На диванчик я лечу. Кто помнит, става лайк. Так, открываем компьютер. Пишем. Тайная жизнь домашних животных 2. Запускаю. Что за звук? У них, наверное, музыка. Я ничего не слышу. Джина, ты съела что-то не то. У тебя что-то в животе сильно бурлит. Это не я. Это у соседей начался ремонт. Но почему именно сейчас? Громче, громче. Звук на максимум. Конечно, старичка. Хватит сверлить. Дайте трейлер посмотреть. Некому на вас собак спустить. Надоели. Так с ума сойти можно. Куда мне спрятаться от этого шума? Куда деться? Не помогает. Джина, иди разберись скорей. Всё, иду разбираться. Всё, кажется, прекратили. Нет, не прекратили. Эй, другие собаки из других квартир. Вы слышите меня? Давайте мы все вместе будем лаять. Я должен убежать отсюда. Кажется, я сошёл с ума. Бежим. Я бегу, и бегу, и бегу, и бегу. И вот я прибежал, и вот куда я прибежал, никуда. Никуда. Ну как можно жить тут? Как они сами-то живут? Что же мне делать? Куда деться? Всё, я страус. Бедные мои уши. Не помогает. Я же слышу всё в пять раз лучше вас. О, моя голова. Ох, свалились эти соседи на мою собачью голову. Моя голова. Всё, я сдаюсь. У меня больше нет сил. Нет сил даже по дивану прыгать. Всё, я съехала с катушек. Кошмар. Ужасно разболелась голова. Если бы здесь была моя Элли, она бы пошла к ним и быстро разобралась с ситуацией. Ну что я сделаю, если я даже не могу дверь открыть? Самое обидное, это выносить это всё в одиночестве. Не считая хомяка, конечно. Буду считать, что я этого не слышал. Мне надо куда-то спрятаться. Однажды я узнаю, в какой квартире идёт ремонт и набрешу им под дверь. Или, может, ещё чего сделаю. Элли, вернись скорее. Ну вот и нет дома. Джин. Джин, чё ты не встречаешь? Джин, что случилось? Ну что такое, что случилось? Они жмели здесь здесь. Джин, Джиночка, что такое? Ты заболела? Чё ты в игрушки не играешь? Бедненькая. Да не заболела, это они там больные на голову. Игрушка точно заболела. Вон у неё какие большие уши. Бедная Джиночка, ты, наверное, скучала по мне, да? Ну иди, Карина, местечко. А что они больше не стучат? А чё комп открыт? Кажется, меня сейчас разоблачат. Я так забегла, что забыла комп закрыть. Ооо, это будет самое крупное разоблачение года. Я уже больше не смогу прикидываться, что чего-то не понимаю, потому что я собака. Не понимаю. Тайная жизнь домашних животных 2. Вот это новость. Это что, получается, вторая часть фильма выходит? Джиночка, ну ладно, иди посмотрим вместе. Что? Иди скорее всего. Да ладно? Иди со мной на диванчик. Можно прыгать? Ну, смотри. Ничего себе, на диванчик разрешила. Наверное, она думает, что я заболела. Наконец, я посмотрю трейлер к фильму. Интересно, почему соседи сейчас перестали сверлить? Док спец по психическим расстройствам. Кто-нибудь в курсе, кто такой Капитан Снежок? Внимание, говорит Капитан Снежок! Вы желаете подкрепление! Нет. Кино с 30 мая. Ого, уже скоро. Ага, если бы в кино можно было пойти с питомцами, я бы с радостью пошла на тайную жизнь. Ты что скулишь, зайчик? Болит что-то? Кроме головы ничего не болит. Джиночка, ты скучала, по-моему? Скучала. Скучала? Давай посмотрим, как ты скучала. Что? Скрытую камеру нашу, давай. Пришло время бежать на лежанку. А что ты убежала сразу? Ну, как бы все ясно. Оказывается, у Эли работает камера наблюдения в квартире. И сейчас она увидит, как я скакала по дивану, как я когтями царапала ноутбук. Короче, всю подноготную обо мне узнает. А еще потом выложит этот позор на мой YouTube-канал. И подписчики будут писать, что Джина это... того. Джина! Все, приехали. О, мой собачий бог. Это что за жесть такая? Господи, что происходит? Я поняла. Я поняла. Почему ты такая, Джин? У соседей ремонт. Господи, какой ужас. Бедное животное. Бедняга. Ну, как же ты тут слушала все это безобразие? Эли, это было ужасно. Бедная. У тебя, наверное, голова разболелась. Вот почему ты меня даже не встретила. Бедная собака. Хорошо, что камера звук ремонта записала. А то бы это выглядело, как Джина-нарушительница. Справедливость существует. Я очень рада, что Эли меня теперь жалеет. А кому бы это не понравилось? Может, она меня больше не оставит одну и будет меня везде с собой таскать, как сумочную собачку. Хотя не знаю, какого размера должна быть сумка, чтобы я в нее влезла. Надо почитать в интернете, что пишут, что такое может быть с собакой. Что может случиться, если у собаки стресс? Что может случиться, если собака стрессует, когда хозяина нет дома? Собака перестала быть эмбривой. Отказалась от воды и еды. Джина, а ну давай, иди попей водичку. Что? Зачем? Иди, иди попей. Я так перенервничала сегодня, что вообще пить не хочу. Что же может быть дальше? Блин, домой обнаружили собаку мертвой. А ведь это действительно может быть. Так, надо что-то решать, надо что-то делать с этим. Боже, господи, бедная собака. Джиночка, ну как ты? Немного голова кружится. Так, Джиночка. Надо опять собираться, только теперь ты пойдешь со мной. Круто. Наконец Эли поняла, что надо меня везде с собой таскать. А знаете, сегодня не такой уж и плохой день. Мы недалеко, не переживай, пешочком. Я люблю пешочком. Ты же любишь гулять? Ты точно не оставишь меня? Куда ты пошла? Подожди. Со мной, со мной пойдешь, не переживай. Эли, мышке тоже очень плохо было. Ей бы тоже проветриться. Ну чего ты? Ее мы с собой не берем, нет. Пойдем. Пошли. Вначале мы с Эли погуляли. Было классно. Гуляли вдоль Москвы реки. Смотрели на уток. А здорово жить в мегаполисе. Тут так красиво и есть много разных заведений для собак. Люди работают, чтобы кормить своих питомцев. Это факт. Ветеринарная клиника, сейчас тебе помогут. Что? Нет, спасибо. На своих лапах я туда не пойду. Ушам своим не верю. Эли притащила меня в ветеринарку. Эли, я же нормальная. Я даже не волнуюсь. Там кому-то уколы делают, слышите? Эй, привет. Я тебя вижу. Кто это? Ты в переноске? Да, я тут. Тебе еще везет. Ты на руках хотя бы, а я в переноске. Извини за нескромный вопрос. А ты кто? Я кот. А рядом моя чокнутая хозяйка, которая думает, что если я ору по утрам, то это непременно означает, что я заболел. Ну, удачи тебе. И мне. Ну что, ребят, мы вышли из ветеринарной клиники. Врач осмотрел Джину, сказал, что она себе уже расчесала шею и уже расчесывала глаза в стрессе. Это, видимо, у нее происходит. Поэтому, пока Джина не привыкнет оставаться одна дома, придется на нее в мое отсутствие одевать вот этот воротник. Называется Елизаветинский воротник. Потом, надеюсь, когда она привыкнет, уже можно будет это снять. Ну что, Джин, теперь будешь у нас красавицей в воротнике. Сейчас поедем домой и будем там примерять. Пойдем. Кажется, это плохая новость. Заходи, Джиночка. Симпатичный воротничок. Давай сейчас разуемся и примерим. Сейчас начнется. Ты хоть сама бы сначала попробовала это поносить. Выглядит, как хомящее колесо и пахнет ветеринаркой. Прекрасно будет смотреться. Не хочу, не надо, Эли. Ты что, Джин? Ну, придется в любом случае. Ты возмущаешься так? Врач сказал, значит, надо. Все, я убегаю. Короче, ребята, у меня безвыходная ситуация. До этого момента мне было выгодно, что Эли меня не понимает и не знает о моей тайной жизни. Но вместе с этим я не могу объяснить Эли и ветеринару, что со мной все в порядке. Ну, что ты скулишь, Джиночка? Давай примерим аккуратненько. Так. Я теперь буду выглядеть, как валанчик. Я выбрала самый удобный, понимаешь? Это максимум удобства. Ха-ха, спасибо, очень удобно. О, Джинка, зато ты теперь прям как Макс из тайной жизни домашних животных 2. Правда, как Макс из тайной жизни? Пока меня нет, ты за главного. Как насчет погулять? В ветеринарку? К врачу? Мы слетели с катушек. Посмотрите трейлер к тайной жизни домашних животных 2 по ссылке в описании под этим видео. Ну, хоть что-то радует. Ну все, вольно играй. В общем, мне как-то придется привыкать к воротнику. Ветеринар сказал Эли, что я начала чесать глаза себе на фоне стресса. А все из-за того, что у меня просто шерсть в глаз попала и я лапой почесала у него на приеме. Алло, привет, мам. Ого, Эли зачем-то маме звонит. Наверное, рассказать ей, какая я несчастная. Как там Эльза, Лизун? Кролики не дерутся? А турбосная макак? В общем, у нас есть еще питомцы. Кролики, рыбка и охотина. Но в квартире пока живем только мы с хомяком Эдди. Да. Хорошо? Ну, замечательно. Ну, тогда давай мы к тебе в гости приедем. А я, а я. С Джиной, конечно, да. Ей просто сейчас надо привыкать к воротнику и ее бы чем-то занять. Прокатиться Джин на машине в воротнике. Ну, ладно, жди нас. Так, Джин, давай собирайся. Мама звонила, надо ехать к ней в гости. Сейчас поедем на машине. Да. Ура. Собирай игрушки все, едем на машине. С собой бери любимые игрушки, самые любимые. Все игрушки можно брать. Надо успеть все собрать. Я так рада, капец просто. Я обожаю ездить на машине. Это еще не конец моей тайной жизни. Уже сейчас ты можешь посмотреть продолжение. Оно вышло в нашем инстаграме. Илиди нижнее подчеркивание pets. Там ты узнаешь, что произошло по пути в гости к маме. Ставь лайк, если хочешь еще тайной жизни. Подписывайся на канал. И мы увидимся скоро. Пока.